Минувший уикенд в Уральске стартовал санитарно-экологический месячник. Акция чистоты направлена не только на уборку областного центра, но и на озеленение. За первый субботник в территории города было выведено 122 кубометра мусора. Все подробности далее. Чисты не там, где убирают, а там, где не ссорят. Однако мусор уже есть, и настало время навести порядок в областном центре. Уральцы дружно вышли на уборку территории. Вооружившись метлами и другими орудиями труда, они хотят, чтобы город преобразился. Так, например, в дом, где живет Ольга Еремина, была направлена техника, чтобы помочь жильцам в уборке. Сегодня, в принципе, приехала в нашу дворовую территорию техника оказать помощь обрезке деревьев, которым тоже уже 45 лет. И хотя мы в прошлом году самостоятельно где-то на 140 тысяч в дворовую территорию уже обрезку деревьев делали, но все равно уже они очень старые, и необходимо, конечно, в большем случае их убрать и посадить новое озеленение сделать. Все на уборку города. Под таким слоганом прошла суббота в Уральске. Навести порядок во дворах решили также глава региона Нариман Турегалиев и Акимобластного центра Мержан Сатканов. Первыми на очереди были дома 100 и 102 по улице Курмангазы. Далее районы центрального рынка, аллеи строителей, проспекта Абулхайрхана. Главным образом работа велась с зелеными насаждениями. Сухие ветки спиливали и увозили на спецтехнике. В планах, конечно, чтобы вот такие дворы, где мы в том году сделали обустройство игровых зон, сейчас идет обрезка деревьев и уборка мустров. Главная цель, чтобы жители не оставались дома, чтобы знали, что это их двор, что мы ради них и ради их молодежи и детей делаем благоустройство. В Уральске более 500 дворов, почти половина из них нуждается в модернизации. В прошлом году за счет городского бюджета было благоустроено более 30 придомовых территорий, в том числе установлены детские и воркаут-площадки. Работы будут продолжены и в 2023-м. В текущем же году будут иметь продолжение, порядка 30 дворов также будем обустраивать по счету средств бюджета. В целом субботники будут проходить по всей территории города, получается предприятия, компании будут чистить свои территории, школы, больницы будут чистить свои прилегающие территории, КСК, ОСИ, ПТ, соответственно, будут чистить свои дворовые территории. Здесь в случае показывают на своем примере, что нужно ухаживать за своим городом. Только за первый субботник с территории города вывезли 122 кубометра мусора. Всего в массовой уборке было задействовано 24 единицы техники. Это уже ик.